Борис, выясните, пожалуйста, как соотносятся базис и настройка при социализме? Настройка уже новая, декларируется курс на построение коммунизма, экономика продолжает нести черты старого строя и модифицируется в сравнительном порядке. Получается, что настройка формирует базис? Ну, прекрасный вопрос, потому что, знаете, что вообще-то говоря, никакой теории о базисе и настройке у Маркса нет. Нету. Почему? Потому что понятие базис и настройка Марксом используется как иллюстрации или как пояснение. То есть он объясняет свою теорию, и просто, чтобы было доходчиво, чтобы было понятнее, говоришь, ну вот эти производительные силы производственного настройка, они формируют как бы базис. Вы понимаете, это базис. Соответственно, все остальное является настройкой. То есть одно место у Маркса, где он просто слова базис и настройка использует как такие литературные формы, чтобы пояснить мысль. Что лежит в основе, что первично, что вторично. То есть здесь у него, конечно, понятие совершенно четкое, что первично, что вторично. То есть производительные силы и производственные отношения первичны, социально-политические институты вторичны по отношению к ним. Все. Потом уже советские спецы по марксизму и ленинизму из этого сделали сложнейшую такую теоретическую конструкцию. И потом долго сами запутывались, потому что потом не могли понять, что куда отнести, к базису и настройке, какой элемент куда записывать. Но если по сути, все-таки вопрос о другом, о социализме, а вопрос действительно об очень серьезной дискуссии, потому что в сталинской интерпретации марксизма, отчасти, кстати, у Каусского тоже, есть такая проблема, что получается, что действительно капитализм как бы вырастает постепенно снизу исторически и потом дорастает до политической формы. А вот социализм, он получается за счет того, что вы сначала захватываете власть и сверху внедряете новые социальные и политические отношения. А на мой взгляд это просто неправильно. Причем неправильно и по отношению к капитализму, и по отношению к каким-то социалистическим структурам. Потому что, с одной стороны, и капитализм в значительной мере строится сверху. Но об этом, собственно, я довольно много писал в книге «От империи к империализму», о том, как государство строит капитализм, начиная с, кстати говоря, даже не с XVI века, а значительно раньше. То есть государство является, в общем, ключевым актором, ключевым действующим лицом формирования капитализма. Но, естественно, не то, что он весь строится сверху. Я говорю, что без государства строительства сверху, без того, что он звал принуждение к рынку, очень многие вещи просто не состоялись бы. Но это отдельно. Вот читайте книжку. Значит, она толстая, длинная, мне некогда ее пересказывать. А что касается социализма, то тоже совершенно понятно, что целый ряд институций естественным образом вырастают внутри капитализма. И поэтому как раз одна из проблем советского общества стояла в том, что ведь Советский Союз до известной степени эмулировал, имитировал структуру капиталистической индустриализации. И это была одна из его фундаментальных проблем на следующем историческом этапе. Когда он их построил, ну да, он воспроизвел индустриальную структуру капитализма. А дальше что? И где вот этот самый социализм у вас? То есть есть он или нет? Это большой и серьезный вопрос. Но, тем не менее, если посмотреть на мировую историю, то, конечно, на мой взгляд, совершенно понятно, что любой социально-трансформативный процесс, любое преобразование происходит и сверху, и снизу, если брать глобальную историю, глобальный процесс. Субтитры создавал DimaTorzok